всем доброго времени суток уважаемые зрители и все как поняли сегодня пойдет речь о каком-то спиннинги ну а каком спиннинги он находится по мою левое плечо для вас конечно по правая кто меня смотрит это мы уже узнаем через буквально какие-то минуты даже секунды вот данные спиннинги как бы сказать именно в таком классе они являются как бы сказать мощными для нашего среднестатистического рыболова и про такие спиннинги данного бренда вообще как бы немного информации кроме как на японских сайтах либо на японских каналах youtube да можно посмотреть ну как правило японцы они не делают обзоров это как правило там официальный сайт фирмы да они там чух-чух рыбачат просто показывают как они вытаскивают рыбу и в их непонимании знающие рыболовы или рыбаки они смотрят тащится рыба я не знаю чем это обусловлено муж они все там такие грамотные в японии и вот сразу же вот смотрят 4 все сразу же в курили поняли либо у них это как бы мулька там пофигу там чё какого главное что как бы вот тащится рыба ну и давайте уже уважаемые зрители поближе ознакомимся с данным спиннингом вот такая вот такой вот чехол мы видим да что по ширине он такой немаленький спиннинг бренда зинак называется он нас дефи музас вот такой дефи музас за out range чехол такой толстенький достаточно хрустящий но в принципе по качеству чехла ничего не скажу что что такое вау нету обыкновенный чехол присущий многим японским брендом вот такой вот клапан разделение кармашков с наложением друг на друга чтобы вы могли посмотреть как это выглядит обыкновенный такой материал ничего такого суперского по чехлу они скажу здесь они сразу же прилепили вот такие вот жгуты одинаковские вот чтобы разделять между собой если вы понесете палочку либо она будет в тубусе до чтобы бланки разделять чтобы они не стукались ну и давайте уже достанем и посмотрим спиннинг такой как я вам сказал мощный не детский да ну и цели его тоже не ловля детской рыбы да надо понимать что уважаемые зрители у всех японцев да у них конечно если взять их не островок на котором они живут по на 360 градусов он обывается морями океанами да образно говоря море и океан соответственно вся рыбалка в основном у импульсов это море вот давайте уже посмотрим этот аут рэндж 93 заточен он именно этот спиннинг вам расскажу для береговой морской ловли тяжелыми большими приманками с берега вот вот его основное назначение этого спиннинга видим из его сделано из очень качественные вы сделано вот такая ручка на конце такое как бы сказать утолщение чтобы не соскакивала кольцо с логотипом zinac катушка держатель fuji тоже с логотипом zinac закручиваться в конце такое декоративное стопорное кольцо кольца все у данного спиннинга в титане fuji в титане то есть сик титане титановых рамках все как мы видим они силовые да на трех лапках вообще по всему спиннингу все такие видите второе колено ну соответственно только кроме тюльпана но тюльпан у него тоже три точки опоры тюльпа мы видим противозахлестный и все кольца на трех лапках то есть такой вид внушительный как бы сказать для ловли крупной рыбы что бросается еще от мне как как я вот тоже любитель трофейной рыбалки скажу то уж она бланка такая как бы сказать не детская толстый наверно миллиметра полтора не знаю час рука у меня задрожит или нет камера сведется или не сведется видим что бланк такой вообще как бы сказать не тонкостенный видим шпигур на соединение вот и очень-очень скудная скромная информация это принципе выделяются все спиннинги и знаки знак это как правило черный цвет и такая белыми надписями скудная информация нету никаких таких всяких модных разокрашек цветных ниток то есть вот чисто такая японская классика фирме зина к если она не ошибаюсь уже больше семидесяти лет это очень старая японская фирма очень уважаемая японская фирма самими японцами да уж она очень давно на рынке как бы сказать и имеет очень большой вес на внутреннем японском рынке данный бренд вот видим что сама вот этот его из его я ручка как бы сделаны такими плоскими как бы по треугольничек такой и он сделан не ровного так вот треугольник на кольцо как бы чуть-чуть бог да ну вот если я так сейчас держу тут видите кольцо ровно как бы если у меня плоскими как бы под наклоном очень удобно эргономично вписываться в руку здесь под пальцы здесь большой палец очень интересное решение вот этого треугольника такого закругленными гранями да на краях и расположен в отличие как бы относительно кольца под смещением этот треугольник закругленными гранями до углами своими очень интересно и удобно соответственно видим что очень длинная ручка все данные спиннинги для береговой ловли как правило обладает превосходными кастинговыми характеристиками то есть дальним забросом и длина данного спиннинга у нас получается два метра восемьдесят два сантиметра это зау за out range 93 да то есть два метра восемьдесят два сантиметра это хорошая его длина зрители и соответственно он обладает очень большой дальностью заброса именно больших тяжелых приманок и для ловли трофейной рыбы вот наши же рыболовы для россии покупает такие спиннинги для ловли трофейной рыбы тоже для работы с тяжелыми приманками а именно для работы с хэви джигом да с тяжелым джигом он так как японцы ловят тоже металлом в основном да то вот именно джиг да он как бы сказать очень неплохо такие спиннинги работают поджигу у нас давайте посмотрим понятно что я сейчас сделаю как бы сказать именно такой диванный обзор этим спиннингом я не буду рыбачить и не скажу вам как он будет работать на рыбе давайте посмотрим да наш пигурное соединение то есть подгонка такая что вот можно одеть двумя пальчиками и вот у меня кольца тут дребезжает на катушка держателя вот это декоративное кольцо фиксирующие все тишина при мощнейших ударах мы видим да что там еще вибрирует никакого стука в шпигурном соединении не слышно также он легко двумя пальчиками разъединяется это подтверждает очень высокое качество подгонки ну что можно сказать вот именно по строю и по ощущениям данного спиннинга спиннинг в руке однозначно не кажется тяжелым смотря когда его первый раз взял такой громоздкий все такое большое и кольца выпить и на трех лапках на бланке кажутся тоже так как-то массивно на самом деле он очень в руки легкий соответственно для такой палки для такой длины и для такого теста вот я еще не сказал протест тест у него от 14 до 60 грамм длина 282 14 60 грамм то есть он не кажется какой там с такими толстыми стенками тяжелым в руке он абсолютно легок ну и давайте сразу же сделаем его замеры по весу так вот так все вроде нормально 230 230 ну да короче получается 230 грамм его вес именно для такого теста для такой длины для длины 282 и 14 60 грамм то есть 230 грамм это нормальные характеристики очень хорошие характеристики такой спиннинг конечно подойдет для ловли трофейной рыбы как и сом для западного региона как допустим и таймень и червыча ну и много много лососевых которые имеют хорошую упористую силу на вываживание да и утомляемость соответственно чтобы сказать вам по строю построил вот уважаемые зрители вы знаете ну вот такой интересный вот несмотря на его мощность да он как бы комильник ником листы спиннинг видим что он даже тоньше мизинца да как бы сказать кстати особо впечатлительных не надо понимать вот это жесть да как-то по-другому он именно должен восприниматься как сравнительная как бы сказать именно относительно бланка да вот видим что он такой это как бы сказать ником листы спиннинг и когда начинаешь как бы его при кистевом движении ударе об локоть проверять как бы смотреть у него такой живой кончик я бы сказал что это фастовый строй и после этого еще посмотреть видите вот он еще весь такой вибрирует то есть весь это будет говорит о том что вот никак эти камни стоять и как бы они будут код держать изгиб и не прогибаться это говорит о том что спиннинг и при забросе будет как Soviet сказать гнуться да вот видите он даже вот экономит беру смотрите вот вот он прогибается кому ли это это будет влиять и на дальность заброса и и именно большую роль это будет играть на уваживание крупной рыбы, что он будет уходить, вся нагрузка прям до самого комля, это правильно, именно для ловни большой рыбы это вот грамотно, это его большая длина, это его большая как бы сказать, это вот ручка, чтобы можно перехватываться было это длинный, как бы сказать сам вот этот комель, да, длинная ручка, чтобы можно что-то упереть и можно перехватиться, как мы это делаем при уваживании крупной рыбы не за бланк хватаем, чтобы нам легче было а здесь вот эта вот длинная как бы сама часть то есть чтобы не за голый бланк хвататься а чтобы было держать при нагрузке хвататься за сам ручку вот эту вот Ева удобно перехватываться чтобы держать вот этот упор крупной рыбы то есть видите, из этого такая длинная часть все как бы продумано такой очень качественный очень хороший графит, чувствуется что бланк такой будет очень скорее всего чувствительным Как это любят японцы, чтобы на большом расстоянии спиннинги были достаточно чувствительными, чтобы рыболовы понимали, что происходит с приманкой. То есть вышла она там на бровку на дальности 100 метров в этом море, на этот риф, где эта рыба стоит или не вышла. Ну и давайте для интереса примерно соответствующую катушечку мы повесим. Так, давайте извесим весь вес катушки. Вот, 389 грамм, почти 390 грамм катушка. И посмотрим, как эта катушечка 390 грамм практически будет баланситься с данным спиннингом в такой длине и с таким тестом. Я уже в этой области видел очень много спиннингов в таких тестах и с такой длиной. И уже вам смогу корректно показать ее баланс. Ну вот мы видим, почему спиннинг в руке не кажется тяжелым. На самом деле баланс тут буквально сколько сантиметров 5 до бортика шпули. Для такой длины, для 2 метров 82 сантиметров и тестом от 14 до 60 грамм. Это хороший баланс, поверьте, уважаемые зрители. Как правило, у таких длинных мощных спиннингов этого баланса нет. Нету и он где-то вообще вот здесь вот получается. И катушку еще надо килограммовым весом кидать, чтобы как-то было. Вот этот баланс, он действительно, можно сказать, для такого типажа спиннинга идеальный. От этого он в руке вот даже с такой катушкой не кажется тяжелый, весь такой живой, как бы сказать. Ну вот, все, что я мог, показал, да, вам рассказал. Видим в конце контрующееся кольцо, да, чтобы это не откручивалось и не подвело вас, да. Чтобы основная гайка, катушка держателя не открутилась и не подвела при вываживании трофея. Вот, катушка у меня Dive Tournament Force 3000, как раз подходящая катушечка для такой палочки. Вот, что мог я описал вам, уважаемые зрители, показал, рассказал. Остальное, конечно, большего сказать я по данной палочке не могу, потому что это уже нужно будет пробовать по факту на рыбалке. Ну и что, можно подытожить только своими личными ощущениями, смотря на качество изготовления. Качество изготовления, конечно, ну, на уровне. Все, Fuji Titanium Holes, спиннинг пришлось ждать, грубо говоря, около трех месяцев, чтобы нам его на фирме Zinac, мы заказывали его, делали, три месяца ждали этот спиннинг. Вот, наконец-то он пришел готовый. Очень высокое качество, очень приятное ощущение оставляет вот такая здоровая, как бы сказать, бандура и очень такая легкая, живая, очень-очень интересный спиннинг для трофейной говли. Ну вот, уважаемые зрители, мое видео подходит к концу. Все, что смог я вам рассказал, все, кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь, уважаемые, на мой канал, делитесь этим видео с вашими друзьями. До свидания, до новых встреч.